много лет назад я подумала что надо отдать должное истории которая сделала мое детство и до сих пор как-то влияет на меня на мою жизнь и долгое время я думала как это воспроизвести что сделать и вот в рамках дипломной работы я наконец решила снять документальный фильм о фанатах о феномене почему так много лет людям все равно интересна история о мальчике который выжил у нас есть фанаты из разных стран и вообще фильм посвящен именно феномену многолетней популярности истории и фанатам которые ну можно сказать что они выстраивают свою жизнь бизнес и творчество на основе оригинальных книг и фильмов у нас есть девушка которая живет в канаде вот она собирает огромную у нее собрала уже огромную коллекцию всяких вещей по тематике гарри поттера и у нее благотворительный получается музей в ее доме она приглашает детей из разных хосписов из больницы чтобы они пришли и окунулись в мир магии у нас есть девушка которая шьет белье только в тематике ну не только но в основном тематике гарри поттера у нас есть девушка которая пишет фанфики ну я думаю что многие знают что это такое дает фанатское продолжение истории какая-то альтернативная версия исхода событий у нас большое количество фанатов а все раз занимаются разными вещами и у также у нас есть эксперты мы пригласили психолога и социолога чтобы спросить почему вообще так произошло почему люди так долго интересуются тематикой и продолжится ли это еще какое-то время или может быть все это финал может быть это последний пик популярности гарри поттера но мы пришли к выводу что вряд ли эта история когда-то закончится на самом деле гарри поттер объединяет и мне кажется что вообще было несложно во первых найти людей благодаря интернету спасибо спасибо интернету а и тик току инстаграму потому что огромное количество и даже youtube потому что огромное количество фанатов сейчас снимают видео снимают косплеи снимают распаковки всякие и какие-то там видео как будто бы они там в вселенной гарри поттера живут сейчас это очень модно поэтому найти фанатов было очень очень просто на самом деле единственное что всегда хотелось найти кого-то супер отличную какого-то отличившегося человека который совершенно что-то новое делает вот но нельзя сказать что какие-то люди разные и в канаде и в америке у нас есть девушка из англии в фильме участвуют все одинаково себя ведут у нас есть что-то общее мы обсуждаем то что мы любим поэтому все очень доброжелательные вообще никак не отличаются в общении даже в россии это снова стало популярно и огромное количество людей интересуются вот у нас даже открыли и закрыли и к сожалению уже закрыли платформу 9 и 3 четверти и даже пока мы здесь стояли мы видели людей подростков и их родителей которые ищут платформу и хотят окунуться немножко в мир магии многие фанаты даже эксперты считают что вселенная гарри поттера популярна потому что она росла вместе с нами и большее количество фанатов это именно среди людей которые именно росли вместе с историей вместе с гарри поттером и его друзьями наверное поэтому так получилось да мы были маленькими детьми у нас были какие-то маленькие проблемки потом гарри поттер вырос мы выросли проблемы наши изменились и вот мы вроде тоже как будто боремся каждый день с каким-то злом немножко в другом виде на данный момент сегодня середина начала декабря мы уже отсняли все интервью которые у нас должны были быть все интервью с фанатами и эксперты у нас есть психолог и социолог как я говорил по моему уже и у нас осталось только один после остался один последний съемочный день я такой секретный пусть он останется в тайне пока что в принципе было несложно естественно с оборудованием потому что все участники съемочной группы это студенты и по профильной специальности то есть операторы звукорежиссеры и продюсеры в общем мы все разбираемся в том как снимать кино может быть пока так сказать на любительском уровне пока что не выработали профессионализм но все же поэтому технику мы знали где искать мы ее арендуем что-то у нас у самих есть к счастью локации к сожалению коронавирус внес свои коррективы и пришлось снимать где-то у меня дома что-то пришлось снимать в офисе нашей операторской группы потому что большая часть съемок как раз проходила в тот момент когда все у нас вот эта неделя была все все было закрыто два месяца назад по моему мы открыли сбор денег на платформе планета потому что подумали что ну мы снимаем фильм пока за свой счет и мы подумали что фанаты или участники фильма или может быть даже сама съемочная группа их родственники кто-нибудь может сможет пожертвовать нам там по 100 рублей потому что фильм студенческий все мы студенты и денег не хватает чтобы снимать очень качественно как хочется самим вот но пока что мы собрали только 42 процента от нужны суммы от указанный на сайте суммы это не вся что нужно для фильма но мы надеемся у нас есть еще по моему около 30 дней что мы сможем собрать чуть больше денег и снять фильм насколько можно более качественно потому что нужно будет делать анимацию и хороший монтаж и хочется сделать спецэффекты вот и и Субтитры создавал DimaTorzok